Евгений Львович Шварц. Очень любил город. Ну, сначала Петроград, потом Ленинград. Ну, а сейчас Петербург. Снова Петербург. У него была какая-то заочная любовь. Он туда стремился. Там все произошло самое важное для него. Под Петербургом он жил последние 10 лет жизни в Комарово. И вот когда он там оказался, оказался, мы уже в других передачах об этом рассказывали. Это 21-й год. Половина города пустая. Вообще можно, в принципе, въезжать было. Легко получить разрешение. Почти любой дом, в том числе и исторически значимый. А таких там много. Ну, отапливать надо. А холодно. И вот этот пустой-пустой город, где не ходят автобусы, где не ходят троллейбусы, где почти нет автомобилей, и где примерно раз в 40 минут идет трамвай. И вот это страшное время, когда пили морковный чай, когда не было хлеба, была иногда селедка, когда писали шедевры, и все голодали, и все были оборванцами. И Шварц ходил, он в прудотряде, до этого служил какое-то время, и вот в прудотрядовской какой-то одежде. Петроград был невероятно красивым. Но мы этого не увидим. И вряд ли мы хотим оказаться в таких исторических обстоятельствах. Но он был невероятно красивый. Это какой-то пустой город. И Шварц всегда настаивал на том, что как раз Петроград, а потом Ленинград, и он уедет из Ленинграда в блокаду, уже страдая дистрофией, и находясь на грани смерти. Но чуть только отъевшись, он будет стремиться туда-обратно. Он не мог бы из него жить. Это какой-то такой странный, удивительный роман, который есть у многих жителей этого прекрасного города. И вот он всегда настаивал на том, что это очень солнечный город. Очень солнечный. Что вот это дожди, ветры, вранье. Это очень солнечный город. Ну и там, где есть яркое солнце, там, конечно, отбрасывается довольно яркая тень. А так называется одна из самых знаменитых пьес Евгения Шварца. Но об этом чуть позже, потому что город – это еще и люди. И, конечно, удивительный сюжет в жизни Шварца – это его отношения с абериутами, с Хармсом Веденским, Олейниковым. Он присутствует в произведениях этих людей. И они дали ему возможность думать о гениальности. С Олейниковым они были не разлей вода, хотя он называл его потом в мемуарах своим закадычным врагом. Говорил, что демоническая личность. И Олейников доставил ему много хлопот, вероятно. Потому что, когда Шварц должен был развестись, возникла в его жизни другая женщина и другая любовь, и вторая жена впоследствии, Олейников насмехался над этим. Но нас интересует вопрос стилистического характера. Вот Николай Олейников, который приехал с юга России и вообще сын казаков, он приехал в Питер со справкой. Справка была выдана в сельсовете, и она удостоверяла, что он действительно красивый. Вот представьте себе, человеку в сельсовете дали справку, где было написано «Дана Николаю Олейникову». И она удостоверяет в том, что он действительно красивый. И Олейников всем показывал эту справку. И, конечно, все, когда читали, понимали, перед ними действительно красивый человек, потому что справка с печатью она выдана в сельсовете. Это серьёзное советское учреждение. И ну как такие вещи они могут не сблизить Евгения Шварца и Николая Леникова, а потом и Даниила Хармса с Уведенским. И он о них очень много думал. Вот я хочу прочитать небольшой фрагмент размышления Шварца о гениальности. Это очень интересно. Он всё время об этом думал. И надо сказать, вот Леонид Пантелеев, автор «Республики Шкит», оставил тоже воспоминания Евгения Шварца. И там есть такой разговор, когда Пантелеев говорит Шварцу, ну что, слава мешает писателю. И Шварц с загоревшимися глазами сказал, да что вы говорите, да что же может быть лучше, слава. Он хотел славы. И он имел славу, ну славу такую с тенью, я бы сказал. То есть одна основная часть этой славы была в чём? Самый остроумный человек, один из самых, да, в Питере. А любимец застольей. Все заседания всегда, главная речь была у Шварца, потому что лучше всех скажет, остроумнее всех, все будут хохотать, смеяться. Автор безумно смешных импровизаций. Острот. Всегда встречал любого человека острота. Это был такой подарок. Это был подарок другому человеку, он так общался. А с другой стороны, ведь пройдёт 10 лет и больше, а он будет автором каких-то стишков для детей, каких-то попыток писать пьесы. И вот это ощущение, что он не писатель. Он не писатель. А вокруг него писатели, вокруг него гении. И вот что он говорит. Вот они приходят на Сестровецкую дачу. Там они снимали тогда Шварца и Вениамин Каверин. Два писателя. Сели за столик на одной ножке, вкопанной в землю, скоро за стёклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям, он уважал их, в особенности Заболоцкого, как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новые формы. Это Шварц пишет. А они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил, хочу писать, чтобы было чисто. Вот это и к Шварцу перейдёт. Хочу писать, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя. Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность не степень одарённости. Или не только степень одарённости, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего, просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. А они знали эти законы, понимали их многоорганичнее, чем он. Именно поэтому по крайней правдивости своей не могли принять. Для них это была литература. Да, люди этого склада просты и пишут просто. И кажутся непонятными. Потому только, что законы общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы, прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносимы им ложь, и в человеческих отношениях. Сузбаев в большинстве случаев трагично. Сузбаев в большинстве случаев трагично. Все погибли. Да. Почти все. Заболоцкий попал в лагерь, а потом вернулся. И вот это очень шварцевское размышление. Невероятное. Таков склад их существа. И они правдивы, особые правды. Она от других людей. Ну, не то, что не задевает, они ее не понимают. А они просто хотят, чтобы все писалось чисто. Что это такое? Вот можно написать диссертацию, пытаясь расшифровать вот этот вот небольшой отрывок из дневников Шварца, из того, что он называл «ме». «Ме» — это, ну, мемуары. Но он ненавидел слово «мемуары», потому что мемуары пишут старики, а он страшно боялся стареть и не хотел этого. Поэтому он говорил, пойду писать «ме». Вот сегодня писал «ме». В своих «ме» я написал вот это из его «ме» отрывок. И здесь уместно еще две вещи вспомнить. Один из мемуаристов, говоря о Шварца, вспоминает Гейна. А Гейна говорил, Генрих Гейна, великий немецкий поэт, что шутка, которая не имеет серьезного основания, превращается в астроту. Это пошло. И Гейна всегда дергивал себя, когда говорил астроты. Поразительное высказывание. А теперь еще одно. Был спор между Леонидом Пантелеевым и Евгением Шварцем. Шварц начал острить. Вот как раз в том смысле, в каком говорил об этом Гейна. То есть это были шутки, просто шутки. У них не было серьезного основания. И Пантелеев вдруг возмутился и процитировал Аристотеля. Вот послушайте. Это потрясающе, конечно. Видеть во всем одну только смешную сторону признак мелкой души. Аристотель. Это потрясающе. Шварц это услышал, он побелел. Потому что, ну как, он все понял. И к нему-то это относилось в наименьшей степени. И если вы читали его знаменитые пьесы или видели их в театре, вы понимаете, о чем тут речь-то? Но тут его поймали. И поймали, как это часто бывает, вот поймали за тень, за его теневую сторону. А она у Шварца, безусловно, как и у всех у нас была. Потому что он пользовался арсеналом того типа остроумия, который сам же и презирал. Или в нем что-то этим пользовался. И у них с Пантелеевым потом сложится такая традиция. Когда Шварц будет говорить просто остроты, Пантелеев будет заводить речь на тему античности. Иногда в стихотворной форме. И Шварц как-то сразу вспоминал. Вспоминал. Вот то, что он говорит про абериутов, это и есть это основание, которое делает человека гением. И человек, да, видеть во всем одну только смешную сторону признак мелкой души, от человека, который, ну, как мы говорим, ходит и стебется. Признак мелкой души, говорит Аристотель. То есть, что тогда нужно для юмора, да? И что есть в лучших произведениях Шварца? И почему нам так грустно, когда мы смотрим, да даже вторую половину обыкновенного чуда? Ведь грустно. Ведь много там грустного. Ведь там много печали. И вот на этой печали и рождается настоящая шутка. Не зубоскальство, а шутка, которую будут вспоминать и цитировать. Вот несколько шуток Шварца. Вы знаете, всю жизнь мы их помним. Был момент, когда после войны были перестановки в правительстве. И Шварц сидел, сидел и сказал, «А вы, друзья, как не садитесь, только нас не сажайте». Ну вот я эту шутку знаю лет 30, наверное. Я даже забыл, что она принадлежит Шварцу. А вот Эренбург вспоминает. Сидит Шварца, говорит. Ну, псевдоним опасное дело. Опасное. Надо очень думать. Вот Андрей Белый стал, в конце концов, красным. Демьян Бедный, по нашим представлениям, совсем не был бедным. А Артем Веселый сел и был расстрелян, что совсем не весело. Это тоже знаменитое высказывание. И его тоже, когда будут вспоминаться вот эти страшные годы, когда, пользуясь сюжетом сказки Андерсона, где тень, злобная, высокомерная, бесталанная, торжествует над главным героем, ученым, и торжествует над миром, что является парафразом очень многих сказочных сюжетов. И, конечно, и крошки Цахес по прозванию Ценнабер Гоффмана. И когда ведь, вот если вы даже сейчас... Ну, хорошо, лень читать. Ну, включится, например, фильм 71-го года. Называется «Тень». В главных ролях Олег Даль, Марина Ниелова, Зиновик Герт, Андрей Миронов, Владимир Этуш, Анастасия Вертинская и далее по списку. Ну, есть на что посмотреть. Вы просто послушайте это. Ну, вы понимаете, это дико злободневно. Это невероятно злободневно. А как это в конце 30-х, да, в 40-х годах вообще люди там это поставил в театре комедии в Ленинграде знаменитый Николай Акимов. Как они вообще это смотрели? Как это вообще было куда-то пропущено? А вот почему уцелел Шварц этот великий вопрос? А Шварц уцелел, потому что к нему не относились серьезно, я думаю, до поры до времени. Потому что это же детский писатель. И тут вот это, да, странная вещь. Понимаете, такая беда нашей литературы в том, что великие писатели, они не могли публиковать своих книг. И они писали детские книги. Потому что детские книги платили. И у нас благодаря этому, вот этой страшной трагедии, из-за того, что эти люди голодали, есть великая детская литература. Ну, вот как все в России. А Шварц изначально писал как бы детские книги, но которые очень любили взрослые. И он писал взрослые пьесы, на которые с удовольствием ходили дети. Но как бы вот для власти он был вот там, какой-то детский писатель. Ни на что не посягающий. Во всяком случае до того момента, пока не случилось несчастье с его, может быть, лучшей пьесой, которая называется «Дракон». И уцелел. И, наконец, да, в русской шутке, говорил Шварц, должна быть нелепость. И у Абериутов во главе угла нелепость. А что такое нелепость? В чем метафизика нелепости? Это же означает, что человек вышел за пределы порядка. Он обрушил систему. Но он обрушил ее в парадоксе. Он обрушил ее в стихотворной фразе. Он внутренне ее обрушил. Он нелеп. А был бы лепым, ну, был бы человеком красивым, статусным, ну, как справка была у Николая Оленикова, это было бы, вписывалось бы в порядок. А нелепость не вписывается в порядок. И поэтому она всегда, а уж во времена Шварца особенно, была одной из самых страшных вещей на свете. И тем более удивительно, что Евгений Львович Шварц выжил. Но об этом в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok